МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Муниципалитеты продолжают подводить итоги социально-экономического развития. Сегодня расширенное заседание прошло в Чебоксарском районе, а накануне в Комсомольском. Какие достижения стали знаковыми для местных властей и к чему надо стремиться муниципалитету, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Перед встречей с активом муниципалитета глава республики заехал поздравить с юбилеем ветерана войны. В районе Реваката Моисеева называют человеком-легендой. На фронте он служил телефонистом, участвовал в боях на Курской дуге. Несмотря на почтенный возраст, ветеран старается вести активный образ жизни. В свои 95 лет сочиняет стихи и катается на лыжах. Михаил Игнатьев передал Ревакату Прохоровичу телеграмму от президента России. «Уважаемый Ревакат Прохорович, примите искренние поздравления с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и их создателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени». Вообще количество долгожителей в районе увеличилось. Глава региона отмечает, что на примерах ветеранов необходимо воспитывать молодежь. Перед местными властями стоят и другие задачи. В муниципалитете ухудшилась демографическая ситуация. Показатели рассчитывают улучшить до конца года. Глава администрации района пообещал, что будет нести за решение этой проблемы персональный ответ. «Если мы на семейные ценности не будем обращать пристальное внимание, мы будем слабее выглядеть. Социальное самочувствие родителей должно быть другое. Для этого должны быть положительные эмоции побольше. Для этого что будете делать? Я сам готов включиться. Один спасете, да? Вас поддерживают, значит, все получится у вас. Все, спасибо». Местные власти уверены, что до конца этого года получится реализовать и инвестиционные проекты. В ближайшее время в районе начнется строительство современной животноводческой фермы. Есть и другие планы. «В семнадцатом году планируется начать реализацию семь инвестиционных проектов на общую сумму свыше 100 миллионов рублей». Сильной стороной Комсомольского района является сельское хозяйство. Здесь не осталось неиспользуемых земель, причем местные фермеры начали осваивать залежные участки других муниципалитетов. В строительной же сфере района произошел спад. «Мы признаем по объемам строительства жилья Комсомольский район упал более чем в два раза. Это очень сильное падение. Те дома, которые должны были везти подрядчиками, не были введены, нуждающиеся в очереди есть. Поэтому здесь нужно исправлять эту ситуацию». Глава республики отметил, что у Комсомольского района наметился неплохой потенциал, но его необходимо приумножать. Шансы выбиться в лидеры у местных властей есть. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. «Сегодня состоялась очередная сессия Государственного совета. В повестке дня было 24 вопроса. Депутаты обсудили изменения, вносимые в республиканский бюджет, и определились кандидатурой детского омбудсмена». В январе в Чувашию поступили немалые средства с федерального бюджета. Республиканская казна увеличилась на 5 млрд 821 млн рублей. Теперь доходы бюджета в 2017 году составляют 40 млрд 955 млн. «Наибольшая сумма поступления планируется направить 635 млн рублей на поддержку образования, 965 млн рублей на реализацию мероприятия региональной программы сверхдорожного хозяйства, 260 млн на поддержку программ формирования городской среды, 205 млн на поддержку здравоохранения, 154 млн на поддержку физической культуры и спорта, 244 млн на поддержку культуры, 329 млн на социальное обеспечение и 238 млн на жилищное строительство». Средства будут направлены на строительство дорог до сельских поселений, а также в моногород Канаш и на строительство московского моста в столице республики. Профинансируют в этом году создание в селах республики условий для занятий физкультурой и спортом, возведения двух детских садов в Канашей и Чебоксарах и двух школ в Цивильске и в столице. Будет также отремонтирована гимназия номер 1 в Марпосаде. «Кроме того, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы развития внутреннего въездного туризма в Российской Федерации предусмотрены средства общей сумме 218 млн рублей на реконструкцию московской набережной города Чебоксария». Председатель контрольно-счетной палаты Чувашской республики Светлана Арестова отметила, что средства республиканского бюджета будут направлены на выполнение социальных обязательств, повышение инвестиционной привлекательности региона, укрепление материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, решение проблем дорожной сферы. Депутаты приняли проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет во втором чтении. Также сегодня на сессии рассмотрели отчеты уполномоченного по правам человека и министра внутренних дел по Чувашии. Сегодня же решился вопрос о назначении уполномоченного по правам ребенка. На эту должность претендовали преподаватель Сергей Бекер и заместитель министра труда и социальной политики Елена Сапаркина. После официальных докладов, претендентов и обсуждения кандидатур большинством голосов Елена Сапаркина избрана детским омбудсменом в Чувашии. Татьяна Молок, Андрей Шоклев, Россия Вухаметов, Республика. За последние два месяца на решение проблем концерна тракторной завода было направлено более 3,5 миллиардов рублей. Об этом заявил Михаил Игнатьев на сегодняшней сессии Госсовета. Глава Республики отметил, что сложную экономическую обстановку держали на постоянном контроле и председатель правительства, и президент страны. В декабре прошлого года был утвержден план реструктуризации долгов. Уже в январе была погашена половина задолженности за энергоресурсы. На этой неделе концерну предоставили кредит в размере 2,5 миллиардов рублей на погашение налоговых кредитов. Следующую кредитную линию планируется открыть до конца февраля. Тракторные заводы получат порядка 2 миллиардов рублей на пополнение оборотных средств. Развивать предпринимательство и расширять деловые контакты правительству республики поможет Торгово-промышленная палата. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров и региональной ТПП. С правительством республики Торгово-промышленная палата сотрудничает на протяжении многих лет. В прошлом году назрела необходимость подписания нового соглашения. На федеральном уровне было принято решение о расширении полномочий региональных ТПП. Теперь здесь начали выдавать сертификаты, происхождение товаров, оценивать образовательные программы вузов и профессиональную квалификацию выпускников. После принятия нового закона ТПП начали работать по 26 различным направлениям. Для нас большая ответственность и возможности потенциальные открывают следующие новеллы в законодательстве о ТПП в Российской Федерации. Палатам могут выполнять функции организации, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства. Могут выполнять функции организации инфраструктуры поддержки промышленности. Могут органы региональной власти, муниципальной власти, могут по согласованию с ТПП делегировать какие-то свои полномочия и функции. Палат является одним из исполнителей одного из приоритетных проектов развития внешнеэкономической деятельности Чувашской Республики. Мы повнимательнее посмотрим эту программу, этот проект и в части каких-то мероприятий, в которые можно было бы использовать ресурс ТПП. Совместно с правительством Республики ТПП будет привлекать новых инвесторов и разрабатывать меры поддержки бизнесменов. В рамках соглашения региональная ТПП будет проводить семинары и круглые столы для предпринимателей. После подписания документа разработают поэтапный план его реализации. Это сотрудничество позволяет нам снимать бюрократические проволочки, сдерживающие факторы, потому что мы постоянно будем обратную связь иметь от общественной организации. И когда они нам дают свои соответствующие предложения, сформулированные правильные по содержательной части, мы при принятии управленческих решений всегда берем эти предложения за основу. Взаимодействие власти и общества помогают решать актуальные для региона задачи. Глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта. В республике успешно работает ряд проектов Общероссийского народного фронта, в том числе и комфортная городская среда, благодаря которому граждане принимают активное участие в принятии ключевых решений по благоустройству дворовых территорий и городских зон отдыха. Несанкционированные свалки стали еще одной проблемой, которую решают представители ОНФ совместно с общественностью. Свалки вносятся на интерактивную карту, готовятся обращения в органы власти и надзорные органы для их устранения. Таким образом реализуется проект «Генеральная уборка». Нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей участвовало в этих проектах по улучшению нашей жизни при принятии решений, где в первую очередь нужно ремонтировать, где слабые места. И с этой целью мы бы хотели, чтобы вот эти баннеры нашего народного фронта висели на сайтах, допустим, исполнительной власти. Критике подверглась работа некоторых республиканских физкультурно-оздоровительных комплексов. Для их эффективной работы необходима встряска. Возможно, и переаттестация тренеров, работающих в районах, отметили члены ОНФ. Серьезную обеспокоенность у фронтовиков вызывает ситуация, сложившаяся на предприятии «Чувашавтотранс». В настоящее время в правительстве разрабатываются планы по его финансовому оздоровлению. Мы регулируем, сейчас субсидии дадим по зарплате Беркурин. Стратегически мы там будем реанимировать, продавая площадки, которые там предусмотрены, сейчас правоостанавливающие документы готовятся. Ряд вопросов глава «Чувашии» взял на контроль, подчеркнув, что все работают на общий результат и на благо людей. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Море эмоций, интересные встречи, новые знакомства. Все это ждет участников 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет этой осенью в Сочи. Но прежде на фестиваль нужно попасть. Именно сейчас по всей стране идет прием заявок как от потенциальных участников, так и волонтеров. Зачем представители Чебоксарского волонтерского центра ездили в Южкоралу, узнаем в следующем сюжете. В аудитории более 140 студентов Поволжского государственного технологического университета. За кафедрой вместо педагога Юлия Егорова, директор волонтерского центра города Чебоксара. Сегодня она рассказывает марийским студентам о Всемирном фестивале, о том, как на него попасть и что дает участие в таком масштабном событии. Фестиваль 2017 года объединит молодежь со всей планеты. Более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Для того, чтобы попасть на фестиваль, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Дело это хоть и не хитрое, но требует времени. Те, кто уже прошел регистрацию, помогают новичкам в составлении анкеты. Юлия Егорова предупреждает, что кроме этого будет заочный этап отбора, потом очный. Нам, как волонтерскому центру города Чебоксара, предстоит отобрать не только волонтеров с Чувашской республики, но также и провести собеседование с волонтерами из ближайших регионов. Диана Насибулина три года назад стала спортивным волонтером и ни разу не пожалела о своем выборе. Успевает и хорошо учиться, и отдыхать, и руководить клубом интернациональной дружбы студентов по ГТУ «Мост». И вполне естественно, что всемирный фестиваль ее очень заинтересовал. Мечта сейчас пока покорить Сочи на данный момент, попасть туда, а потом уже будем добиваться новых вершин. Не отстают от молодых и активных и так называемые серебряные волонтеры. Те, кто перешагнул возрастную планку в 35 лет. К примеру, Светлана Васенева стала волонтером лишь после 40. Сейчас, когда свои дети выросли, и масса свободного времени, почему бы не вспомнить свою молодость. Прошло обучение, тестирование прошло. И теперь при возможности стараюсь помогать и получать удовольствие. Кроме того, я еще и подала заявку на чемпионат мира по футболу и на чемпионат конфедерации. Прошло все собеседования по уровню чемпионата мира по футболу. Волонтерское движение в республике Мариэл стремительно развивается. Добровольцы оказывают помощь в проведении благотворительных концертов, всевозможных акций. В день годовщины вывода советских войск из Афганистана, молодые люди, кроме гвоздик, положили к обелиску и самодельные черные тюльпаны. Почему именно черный тюльпан? Все вы помните, это так назывался транспортник военный, на котором погибших воинов отправляли домой. Формировать в целом волонтерский корпус будет уже Федеральный центр Москва. Только после собеседования в мае станут известны имена 40 счастливчиков, которые поедут на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А пока марийские волонтеры приходят сюда, к Ёшкиному коту, чтобы загадать то самое заветное желание. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика, из Гешкаралы. Девять детских садов России участвовали во всероссийском конкурсе на предоставление грантов субсидий. В Москве подвели итоги. Три детских сада Чувашии получат 16 миллионов рублей с федерального бюджета на создание и развитие консультационных центров. Это Новочебоксарский детсад номер один и столичный номер 7 и 201. К одному из победителей отправилась Юлия Важенина. Ликотека, кабинеты дефектолога, логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога, психолога. В детском саду номер 201 консультационный центр открыт еще с 2014 года. От нуля до трех лет именно на такой возраст он рассчитан. Огромная радость, что действительно мы победили. Это действительно здорово. И, естественно, весь грант мы хотим также направить на приобретение научно-наглядного методического пособия, оборудования, которое необходимо для таких детей. И, естественно, на курс повышения квалификации. Вот уже полгода двухлетний Артемий вместе с мамой посещает занятия. Совсем скоро он пойдет в детский сад, а пока ему помогают адаптироваться. Настроиться на садик в консультационном центре легче и маме Артемия. Ведь залог успеха любого образовательного процесса в тесном взаимодействии родителей и педагогов. Мы с ребенком приходим, занимаемся. Во-первых, мы играем. Играем не просто играем, а познавательно игры играем. Мы хорошо начали пазлы собирать. Может, из 35 деталей собираем пазлы. Мы хорошо начали двигаться, прыгать, играть. Он себя раскрывает. У него даже ход мыслей совсем другой. Развивается логика. Мирослава сегодня пришла в центр впервые. И задача логопеда – поставить ей звуки. Есть у нас такие звуки, как вот «Р». Раньше, когда она говорила и произносила вот этот звук «Р», мне казалось, что так и должно быть. Но руководитель нам сказала, что это все-таки буква «Р». У нее горловое, о чем я вообще не знала. И то есть мы будем стараться ставить правильно результаты. Я уже вижу, она заинтересована, ей интересно. Она очень хорошо повторяет за руководителем кружка консультационного центра. Ну, я думаю, мы будем ходить, пробовать, стараться. Подготовка к садику или школе особенно важна для детей с особенностями развития. В лекотеке и родители, и дети получают психолого-педагогическую поддержку, занимаются по индивидуальной программе с дефектологом. Мы уже довольно-таки давно, мы уже, если не ошибаюсь, уже четвертый год сюда ходим. То есть мы еще с самого начала работали в лекотеке. И мы очень довольны, нам очень-очень нравится. Мы приходим с удовольствием. Усидчивость наша была не такой сильной. То есть он долго не сидел за игрой, быстро уставал. То есть сейчас уже он и знает много знаний, хотя он еще не разговаривает. Это очень многие удивляются тому, что он понимает все. Чтобы ребенок рос самостоятельным, общительным, любознательным и чувствовал себя комфортно в окружении сверстников, его необходимо к этому готовить. Лучше всего в консультационном центре при детском садике. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня прославленная чувашская бегунья Валентина Егорова отмечает свой день рождения. Она вписала свое имя в историю спорта благодаря победе в Олимпийском марафоне 1992 года. После пьедестала на других крупных соревнованиях. Наша съемочная группа отправилась в Маргаушский район, в родную деревню Олимпийской чемпионки. О семье, спорте и победах в нашем репортаже. 50 километров от Чебоксар, деревня Изидеркино. Дом, который ничем не отличается от других таких же. Но его хорошо знают все жители. Здесь родилась олимпийская чемпионка в марафоне Валентина Егорова. Валя с детства любила бегать, на лыжах каталась, в соревнованиях участвовала. В то время не ездили в Чебоксары, в Маргаушах все проходило. Потом, после девятого класса, поехала учиться в город. Так попала в большой спорт. А дальше упор на восхождение на Олимп. В 1988 году Валентина Егорова попала в легкоатлетическую сборную СССР. А уже в 90-м на чемпионате Европы в сплите завоевала серебряную медаль. За всеми ее стартами следила вся семья. И вместе с ней за тысячи километров переживали, волновались и радовались. Мы знали, когда на Олимпиаде она будет бегать. И вот всей семьей собрались перед телевизором. До конца смотрели. Первая пришла на финиш. Потом соседи пришли поделиться этой радостью. Сейчас олимпийская чемпионка живет в Америке, воспитывает двоих сыновей, тренирует молодых спортсменов. Но расстояние и роли не играет. О самом близком человеке, маме, помнит всегда. Я часто общаюсь по скайпу. Конечно, я очень люблю ее, боготворю ее, чтобы она жила долго и долго, радовала меня. Она дала мне все для того, чтобы я достигла, для того, чтобы я сделала в жизни моей. Конечно, я скучаю. Но каждый год летом приезжаю, дома бываю с мамой и с моими братьями и сестрами. У Валентины Егоровой три сестры и один брат. У них уже свои дети. Так что этот дом всегда полон особой заботы и теплоты. И здесь всегда ждут родную и любимую Валю. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Наши новости и программа на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин